Вот за один миллион я бы эту гирю подняла, не вопрос. А так не буду. Что, я рыжая, что ли? Доброго утра! В этом виде спорта вы не увидите пафосных качков. Большие бицепсы здесь только мешают. А чтобы победить, достаточно иметь сильный характер и выносливость. В гиревом спорте, даже если ты пришел, весь там закачанный на массе, как говорят качки, да, все равно рано или поздно придется схуднуть, потому что работай на выносливость. В гиревике, видишь, подход длится не 10-12 секунд, а не 30-40. Подход надо работать 10 минут, поэтому спортсмены все занимаются тем, что очень много уделяют внимания кардиоподготовке. Это бег, лыжи, гребля. Заслуженный мастер спорта Сергей Рачинский за последние несколько лет с гирями поставил уже несколько рекордов Гиннеса. У меня 7 рекордов Гиннеса. Я поднимал гирю 24 килограмма 12 часов без остановки. Ну и я поднимал гири, 2 гири толчок за час. У меня был такой рекорд 931 раз. И я выполнял упражнение рвок гири 16 килограммов за час, 1557 подъемов. Дмитрий на этих соревнованиях самый молодой участник. Учится в 9 классе в поселке Новый Свет. Сегодня надеется сделать первый взрослый разряд. В тренировке там один подход по 10 раз где-то. И так 10 подходов можно делать. Ну на сколько сил хватит. Главное, чтобы наплячься хорошо. Остальные участники в основном представляют военные академии. В армии до сих пор гири поднимают все, независимо от весовой категории и физического развития. Нормы военно-спортивной классификации сегодня приходится сдавать примерно так же, как раньше на значок ГТО. Виктору Петровичу уже 75 лет. После долгого перерыва он вновь начал тренировки. Последний день немножко переусердствовал. Поэтому сегодня не очень доволен своим результатом. Раньше было раз 90. А теперь вот сегодня надо будет посмотреть. Ну, последний раз вот было по 60 раз правый и левый. Ну а пока на сегодняшнем турнире многие молодые спортсмены не выдержали и отведенных на выполнение задания 10 минут. Лада Елецкая. Детское утро.